В начале 21 века человечество все чаще смотрит за пределы Солнечной системы, пытаясь представить себе, что значит на самом деле отправиться к звездам. Мы уже умеем запускать аппараты к внешним планетам, отправлять зонды в межзвездное пространство, как это сделали Войджеры, и создавать орбитальные станции, где люди живут месяцами. Но все это лишь первые шаги, не имеющие почти ничего общего с реальным межзвездным перелетом. Настоящее путешествие к ближайшей звезде Альфа Центавра при современных технологиях потребует времени, сравнимого с целыми эпохами в истории цивилизации. Даже если мы достигнем скорости в 1% от скорости света, дорога займет около 400 лет. И именно такой сценарий лег в основу концепта под названием Крисалис, или Куколка, 58-километрового корабля, способного стать домом для тысячи людей на протяжении столетий. Альфа Центавра – это тройная звездная система, состоящая из звезд Альфа Центавра А, Альфа Центавра Б и Красного Карлика Проксима Центавра, который и является ближайшей к нам. Еще в 2016 году астрономы Европейской Южной Обсерватории сообщили о планете, вращающейся вокруг звезды Проксиме Би. Она находится в так называемой зоне обитаемости, то есть в таком диапазоне расстояния от своей звезды, где температура поверхности теоретически позволяет существовать в жидкой воде. Конечно, это еще не означает, что планета пригодна для жизни, но если все будет идеально, то именно туда направится первый космический ковчег. До Проксимы Би примерно 4,24 световых года, около 40 триллионов километров. Даже при самом смелом ускорении путь займет сотни лет, а значит команда, стартовавшая с Земли, никогда не увидит цель. Этот полет – задача для нескольких десятков поколений. Концепт «Куколка» предложила команды инженеров из Италии в рамках конкурса «Проект Гиперион». Идея проста по формулировке, но грандиозна по масштабу. Создать искусственный мир, вращающийся в космосе, где все от пищи до социальной системы, рассчитано на бесконечное самоподдержание. Корабль длиной в 58 километров и диаметром в несколько километров будет представлять собой набор оболочек, окружающих центральное ядро. Такой принцип напоминает матрешку, где каждый слой выполняет собственную функцию. Самый внутренний уровень отведен под замкнутую экосистему. Здесь разместят тропические и бареальные леса, гидропонные и аэропонные фермы, водоемы с пресной водой, пастбище и резервуары для аквакультуры. Эта зеленая сердцевина станет не только источником пищи, но и важнейшей психологической опорой для людей, которые будут жить и умирать под куполом искусственного неба, вдали от любой другой природы. Вторая оболочка – это общественные пространства, парки, школы, библиотеки, спортивные комплексы, театры и концертные залы. Архитекторы проекта понимают, что без развитой культурной среды любая многопоколенная миссия обречена на упадок. История земных поселений от полярных станций до удаленных островных сообществ показывает, что отсутствие разнообразия в повседневной жизни ведет к психологическим кризисам и социальной деградации. В условиях полета, когда каждая ошибка может быть фатальной, нельзя допустить ни того, ни другого. Дальше следуют жилые секции. Они рассчитаны на постоянное население в пределах полутора тысяч человек, хотя технически корабль сможет вместить до 2400. Это сделано специально, чтобы избежать перенаселения и перегрузки экосистемы. В жилых комплексах будет искусственная гравитация, создаваемая вращением всего корабля, что критически важно. Эксперименты на МКС показали, что уже через полгода пребывания в невесомости у космонавтов заметно уменьшается костная масса и сила мышц, а сердечно-сосудистая система перестраивается так, что при возвращении на Землю возникает артостатическая непереносимость или невозможность стоять без головокружения. При 400-летнем полете такие изменения сделали бы выживание просто невозможным. За жилыми зонами идут производственные мощности, заводы по переработке отходов, цеха по выпуску необходимых деталей, фармацевтические лаборатории, оборудование для ремонта и модернизации систем корабля. Здесь же будут 3D-принтеры промышленного уровня, способные производить крупногабаритные металлические конструкции и робототизированные линии, которые смогут работать без вмешательства человека. Самая внешняя оболочка станет складом ресурсов – металлов, композитов, топлива для посадочных модулей, запасных реакторов и всего, что может понадобиться в ходе многовекового полета. Управление этой зоны полностью автоматизирует. Дроны и ремонтные роботы будут работать там в условиях повышенной радиации и температурных перепадов. В центре корабля разместится командный блок и отсек с шаттлами для высадки на планету. Там же будут антенны и лазерные передатчики, чтобы поддерживать связь с Землей в первые десятилетия после старта. На максимальном удалении сигнал в одну сторону будет идти более четырех лет, так что «Привет, как дела?» скорее всего будет уже неактуально. Но на ранних этапах обмен информации еще возможно. Искусственный интеллект будет работать в связке с человеческим экипажем, анализируя огромные массивы данных, планируя производство и поддержание экосистемы, прогнозируя поломки и предлагая решения задолго до того, как они станут критическими. Огромный вызов – социальная стабильность. Люди, родившиеся на борту, будут воспринимать корабль как свой единственный мир. Их культура, язык, привычки и даже мировоззрение будут отличаться от земных уже через пару поколений. Чтобы избежать утраты знаний и смысла миссий, проект предусматривает непрерывную систему образования, где дети с ранних лет будут изучать историю Земли, астрономию и цели экспедиции. Это не прихоть. В изолированных человеческих сообществах, как показывают исследования, за несколько десятков лет может произойти утрата сложных технологий, если они не востребованы в повседневной жизни. Здесь же потребуется их постоянное применение. Перед стартом первые поколения экипажа должны будут пройти адаптацию. По замыслу команды проекта, они проведут 78 лет в изоляции, как в Антарктиде. Там климат суров, горизонт закрыт, а логистика крайне ограничена. Все это приближает условия к космическим. На антарктических станциях уже проводились эксперименты по моделированию длительной изоляции, например, в проекте Конкордия. Данные оттуда показывают, что у людей меняется восприятие времени, обостряется эмоциональная реакция на мелочи и снижается способность работать в команде. Все это придется учитывать в подготовке, иначе команда вернется не с отчетом, а с коллективным алиби. Если перевести проект Куколка в реальные числа, то сразу становится видно, насколько это грандиозная задача. До Проксимы Би примерно 40 триллионов километров. Даже при скорости всего в 1% от скорости света полет займет около 4 веков. Сам корабль длиной 58 километров и диаметром около 3 километров будет весить сотни тысяч тонн. Но главное это топливо. Чтобы разогнаться до нужной скорости и потом затормозить у цели, понадобится топливо в несколько раз больше, чем весит сам корабль. Это почти как если бы мы запустили в космос средний астероид. При таких масштабах становится понятно, что главный вызов не просто построить корабль, а придумать как доставить в космос такую массу топлива. Очевидно, что путь проекта будет долгим. После старта с околоземной орбиты корабль получит начальное ускорение за счет буксиров и гравитационных маневров у Юпитера и Сатурна. Затем включаются термоядерные двигатели, способные работать с малой тягой, но непрерывно, разгоняя гигантскую конструкцию до 0,01 от скорости света. Этот режим потребует колоссальных запасов топлива и безупречной работы реакторов. Пока термоядерный синтез остается недостижимым для коммерческой энергетики, но проекты вроде Айтер, Нив и Спарк уже сегодня приближают нас к этому рубежу. Если в ближайшие десятилетия удастся достичь стабильного выхода энергии из управляемого синтеза, появятся реальные шансы построить установки, способные работать веками. Торможение у Альфа Центавра будет занимать десятилетия. При таких масштабах скорость нельзя гасить резко, а с парашютом идея не самая лучшая. Скорее всего, придется использовать ту же установку, что и для разгона, только в обратном режиме. Есть и более экзотические варианты, например, развертывание гигантских магнитных парусов, которые будут взаимодействовать с солнечным ветром Проксима, создавая тормозящую силу. Эти технологии пока существуют только в расчетах, но инженеры уже ведут компьютерное моделирование их работы. Все это сопровождается этическими дилеммами. Что будет, если на 150 году полета на Земле создадут двигатель, способный долететь до Проксимы за 50 лет, а не за 400? Отправятся ли новые корабли и обгонят ли они корабль поколений? Как будет чувствовать себя экипаж, выросший в замкнутом металлическом мире, когда узнает, что их путь мог бы быть короче? Эти вопросы пока не имеют ответа. Но они неизбежны, и возможно, именно в их обсуждении рождается новая философия космической экспансии. Проект Куколкам получил первую премию в размере 5000 долларов на конкурсе Гиперион. Конечно, это не те деньги, за которые можно построить корабль, разве что из Лего, но признание того, что идея заслуживает внимания. Он объединяет астрономию, биологию, инженерию, социологию и психологию в единую модель. Сегодня он выглядит как красивая фантазия, но также выглядели первые проекты подводных лодок, самолетов и космических станций за десятилетия или даже за столетия до их появления. Возможно, реальный корабль к Альфе Центавра будет иным. Меньше или больше, быстрее или медленнее, с другими технологиями. Но фундаментальные вопросы, которые ставит проект, останутся. Как жить и развиваться в замкнутом пространстве сотни лет, как передавать культуру и знания, как сохранять человечность, когда горизонт жизни ограничен металлическими стенами, а родной планеты ты никогда не увидишь. И может быть, через 500 лет на Проксиме Би кто-то будет читать в архиве колонии о том, как в далеком 2020-х группа инженеров нарисовала план 58-километрового звездолета. И поймет, что именно эта мечта, однажды запечатленная в чертежах и словах, стала началом истории, которая сделала звезды частью человеческого дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...